Как мне кажется, носили разные мысли, я за какие-то из них буду цепляться, потому что выступаю последним. Мне кажется, что бренд финансовой организации, и я даже в этом точно уверен, потому что продаю эту консультацию уже достаточно большим структурам, он формируется за счет деталей. То есть бренд банка формируется за счет продуктов и услуг. Вот смотрите, как только мы начинаем разговаривать об восприятии того или иного банка. Мы сразу вспоминаем текущее сообщение, текущий продуктовый портфель, что недавно выехало на рынок, что было успешно, что неуспешно, как нам что-то сказали в отделении и что у нас случилось с деталей банка. Мы сейчас ввязались в такую огромную бучу, это по-другому не могу сказать, которая, я надеюсь, очень хорошо повлияет на наш рынок финансовых продуктов. Чуть-чуть попозже я там расскажу в конце, наверное. Но основная проблематика, она выглядит следующим образом, что у нас доверия мало к финансовым инструментам. Правда, это все очень просто. Вы все знаете, как ваши клиенты используют свои пластиковые карты. Как они их используют? Они идут, снимают кэш и дальше кэш тратят. То есть о массовой финансовой грамотности мы не говорим. Самое главное, вы не говорите. Потому что мы когда изучали коммуникацию по финансовой грамотности для населения, там очень мало, к сожалению, людей действительно делают то, что могли бы делать в этом плане. И сами же пожиная свои плоды. Ну, мне кажется, что делать в этом направлении надо гораздо больше. Всем будет лучше. Потому что вот такая связка, что нам нужно доверие, а доверие получается только через знание. Знаете, я очень люблю эту историю рассказывать. Знаете, почему русские не улыбаются никому? Вообще, почему русские считают неулыбчивыми людьми? Есть какая-нибудь гипотеза какая-нибудь на эту тему? Потому что они считают, что улыбку нужно заслужить. Просто так никому не улыбаются. Все верно. Русские, они так устроены, что они максимально закрыты к неизвестному и максимально открыты к известному. Потому что вторая наша сторона, да, это мы же рубаха-ребята. Со всеми, кого знаем, мы вдруг раскрываемся настолько, насколько это даже никому не снилось. Поэтому вот это вот как бы знание, оно в вашей цепочке доверия очень важно. На него нужно обращать много внимания. И простота. Простота это... Знаете, классный слайд, кстати. Неосъедомленность порождает недоверие. А вот эта женщина, так шутка в сторону, она недоумевает, как закроется этот ноутбук. Потому что если его сложить, то явно останется еще очень много места к этой странной фотографии, наше спасибо. Сделать проще, сделать сильнее. Это наш девиз вообще. Вот чем мы занимаемся в жизни, вот каждый день, приходя на работу, мы стараемся что-то упростить для того, чтобы это сделать сильнее. Это вообще такой общий принцип рейнговой коммуникации. На самом деле для меня вот это такая квинтэссенция собственной деятельности. Для меня вот... Кто сегодня присутствовал на первой секции и слышал разговор Райфайзенбанка с пользователями? Поднимите руки. Поднимите руки. Для меня вот этот как бы разговор квинтэссенция того, что сейчас происходит на рынке. Приходит банк и говорит, мы много думали, делали, работали, мы изменились здесь, мы тут пошли поближе к потребителю, мы сделали новый интерфейс, у нас цветовое кодирование новое, вот здесь удобно. Потом ставит человек и говорит, вы знаете, я пользовался, не очень удобно. Тогда вы не нашли. Нет, 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 даже делали в этом. Он говорит, а вот Тинькофф, он говорит, да что вы Тинькофф, Тинькофф вообще не банк. Он пивовар. Нет, он пивовар, да. Дальше идут шутки по поводу его натуры, и так далее, и так далее, куча всего дальше происходит. А на самом деле, моя точка зрения относительно рынка финансовых услуг, что большинству рынка не хватает способностей, сил и возможностей сосредоточиться. Потому что я, у меня как бы много тоже карт, я всем пользуюсь, но я так смотрю, что у меня все переезжает на Тинькофф. Вот так вот мои финансы, так тихо, мирно начинают переезжать к Тинькоффу. Потому что, когда я зашел туда, я, знаете, как испытал такое облегчение, что, черт возьми, наконец-то мне не надо ничего выбирать. Мне предлагается готовый продукт. За меня кто-то, вот я чувствую, что на той стороне кто-то подумал, что мне предложить. У меня, вот как, вы из Альфа-банка, да? Вот Альфа-банк, очень огромное количество возможностей, среди которых я начинаю плавать и путаться. То есть у меня есть, а вы, знаете, вы можете так, но тогда здесь чуть-чуть потеряете. Вы можете здесь, но тогда вот тут как бы возможности не будет. А возможность предложить мне конкретный продукт, она в данном случае меня подкупает. Вы, как бы, банк для меня сосредоточился и предложил мне три конкретных продукта. Есть так, так, так. Не хотите, но не надо. Но внутри нашей продуктовой линейки не ломайте себе зря голову. По поводу банка в нашей повседневной жизни. Коллеги рассказывали про экспириенс в торговых точках. Я этим занимаюсь тоже каждый день. И у нас, мы делаем очень тоже сложные проекты по экспириенс дизайну. И могу сказать, что экспириенс, есть юзер экспириенс в точках, в которых вы приходите и обслуживаетесь. И в точках контакта там все понятно. И есть юзер экспириенс с диджиффлым инструментами, с которыми все гораздо сложнее. Я с этим работаю достаточно много. И поэтому вот что хочу вам рассказать. Значит, по поводу сосредотачивания и по поводу того, что как бы с этим делать, как с этим работать, мой личный ответ, как сосредоточиться правильнее. Значит, есть такая история use case. Кто вообще этот термин использует в повседневной жизни? Use case. Расскажи, что он значит. Извините. Это примерно то же самое, что сценарий использования. Это знает каждый разработчик мобильных приложений. Нет, это просто такой, знаете, бенчмарк, который классно в свою жизнь перенести. Это знает любой стартапер, любой производитель какого-то электронного сервиса. Например, я придумываю, у меня вот приезжает друг, она говорит, знаешь, я придумал классный сервис, мы все будем играть в шпионов. Значит, в сервисе много участников. Я выходил, я имею в виду. Да, да. Все будем, значит, например, ты не знаешь, где твоя девушка, ты держаешь это приложение, даешь кому-нибудь задание, тот, кто рядом, ее фотографирует и тебе говорит. Я говорю, класс. А насколько, дальше вопрос, когда в должности в данном случае человек задать, насколько это частый use case? Насколько часто людям нужно будет это сделать? И насколько, как бы из вашей аудитории часто людям приходится это делать? Как они используют ту или иную услугу, это как бы мысль, которая должна посещать вас в первую очередь. Отличать частое использование от редкого использования, удобное использование от неудобного использования. Это самое важное в работе вообще с опытом в принципе. Потому что если вы, ну вот мы работаем с организацией, через которые проходит огромный трафик, а будет еще более огромный трафик. Ну мы, если честно, любую инновацию, которую мы туда внедрим, колокольчик повесьте, запаха добавьте или еще что-то, он как бы будет работать на снижение ощущения от бренда, если он неправильно туда встроен. Поэтому со всеми этими историями нужно очень аккуратно. А кто знает эту компанию, кстати? Марксвер. Какой рейтинг будет? Да. О, все знают Марксвер. И мы постоянно в своей работе сталкиваемся с тем, что у нас немножко не хватает экспертизы по тому, как пользователи реально используют банковские услуги. Ну то есть в общем мы представляем, мы наверное там залезаем в проект, можем что-то понять о них, что-то узнать. Но каждый в деталях эту информацию получить очень тяжело. Марксвер – это наши соседи. И очень дружеская компания, у нас на большую долю общий акционерный капитал. Они действительно с утра до ночи занимаются тем, что рейтингуют интернет-сервисы, рейтингуют приложения, рейтингуют интернет-банки. У них там сидит 15 аналитиков, которые с утра до ночи занимаются только тем, что изучают, как люди используют мобильные инструменты. Банковские диджиталы, мобильные банки, интернет-банки, карты, страховые продукты и так далее. И вот мы с ними вышли на такую историю. Я уже без микрофона говорю, да? Например, что делает Марксвер? Мы вышли, что опыта за три года исследования накопилось столько, что его уже нужно применять для проектирования правильного опыта использования финансовых услуг. То есть и мы, как сейчас, ну, понятное дело, что все это можно направить на увеличение конверсии, на увеличение количества транзакций. Это также можно направить и на сосредотачивание на определенных услугах. Если вы знаете, чем пользуется ваш клиент точно, вы можете, наконец, постараться попробовать для него выдавить монопродукт. Я очень верю в то, что на рынке для того, чтобы заслужить доверие и начать с этим как-то работать, и действительно у потребителей создавать принципиально другое ощущение, нужно стараться концентрироваться до состояния монопродуктов. Это там кейсы-кейсы. Аудируем банки, а? Результаты такие, насколько подросла конверсия. О чем это понятно? Как можно использовать? Можно использовать в брендовых проектах. То есть, смотрите, мы занимаемся визуальными коммуникациями, бренд-коммуникациями, мы занимаемся визуальным дизайном, мы занимаемся проектированием потребительского опыта. Для того, чтобы его там спроектировать верно, нам нужны уже большие данные, да? Нам нужны нюансы. Ну, смотрите, я, во-первых, не представитель банка, то есть я, ну, мы как брендговые агентства их не измеряем, у Марксвеба эти данные постоянно меняются, то есть они внедряют какие-то экспертизы, сами же потом замеряют через год, чтобы получать деньги. что получилось, что внедрил банк, что он в результате получил, насколько он подрос и так далее. Это данные, ну, они просто продаются, это бизнес этой компании, то, что она сама как бы ретингует и продаёт результаты данных. Мы этими данными пользуемся, то есть мы нашли себе такого партнёра, который нам может помогать быстро въехать в услугу и быстро нам поможет спроектировать правильно опыт того, как человек будет потреблять… А, что мы делаем? А как вы определили, что он был правильно спроектирован? А, ну, там увеличивается, ну, нет, нет, нет. Смотрите, все кейсы, которые мы делаем с целью увеличения, значит, она увеличилась. Если они показывают там данные, насколько увеличилась, это потому, что у меня 10… я ограничен 10 минутами, я готовил доклад на 10-15 минут, чтобы об этом подробно рассказывать. С коллегами и нами, с коллегами из Марксвеба можно поговорить, они всё это очень детально рассказывают, что получается в результате применения этой экспертизы к конкретным кейсам. Значит, я даю ещё немножко, то есть мы занимаемся чем? То есть мы занимаемся там, работаем с ВТБ, сейчас будем работать там с НСПК, вы знаете, что это уже за организация, консультируем, ну там, раньше занимаясь там G Money Bank, работаем с Министерством экономического развития. Значит, мы стоим как на той же позиции, что опыт очень важен, просто его нужно применять так же и для проектирования самого по себе продукта и самой по себе услуги. Вот тогда, наверное, будет успех. Всё, у меня всё. Да, если есть ко мне вопросы, есть вопросы. У меня вопрос личный к Вам, а вот, в общем, к аудитории профессионалов можно? Да, вот это самый правильный вопрос. Спасибо за внимание!